Привет, сейчас тебе лучше присесть, потому что когда я увидел это уведомление, у меня глаза вот так вот наружу вылезли и я просто офигел, потому что у Талантрика вышло новое видео, но не обыкновенное. Как ты можешь заметить, он нам анонсирует нового ультимейта, который будет в магазине призыва, так что ни секунды не теряем и давай приступим к просмотру. А на Хэллоуин происходят какие-то у нас странные вещи, у Талантрика место головы фонарь, ну конечно блин, хочется увидеть это нового ультимейта, даже у этого быка взрыв мозга происходит, показывает Талантрик этого нового ультимейта. Ведь знаешь, у меня была эта догадка и ты в принципе думаешь, что это тот самый ультимейт, но возможно это не тот самый ультимейт, ведь нам Талантрик никогда не анонсировал то, что у нас будет ультимейт в магазине призыва. И сейчас он в данный момент показывает то, что у нас существует два ящика, это обычный ящик и мифический ящик, и он когда-то нам говорил то, что у нас будет год для ящик, но год для ящика у нас не появится, потому что новый ультимейт будет в магазине призыва и соответственно вот здесь вот присутствует. Тут он нам начинает рассказывать то, что в этом магазине призыва у нас есть это улучшенный титан Синемаман, у которого уже призвали 1 миллион персонажей. И конечно уже у нас есть есть улучшенный титан Спикермен, который ни о чем и он не пользуется спросом, только 36 тысяч человек выбило этого нашего нового ультимейта. И он говорит, действительно, сейчас пришли новые обновления, там где таких юнитов пока добавили, что он просто, например, не может нашим конкурировать с пасадрильменом вот этим вот с жабой. И соответственно он прекрасен. И они так подумали, то что они сейчас добавят нового ультимейтуса, которого все захотят выбить. Но шанс на его выпадение будет очень мал. И по сравнению с этим божественным персонажем, его будет сложнее выбить целых 100 раз. То есть получается 0,003 или 001, короче я не знаю. Но это очень круто, когда у тебя есть много монет, напиши в комментариях, сколько у тебя монет и соответственно получится у тебя выбить. Примерно я предполагаю то, что у Талантрика сейчас 300 тысяч монет и соответственно мы его сможем за 300 тысяч выбить. А тут он нам показывает еще улучшенного Титана Синемомена, которого выбили уже миллион человек. И если бы допустим Эйса добавили немножко раньше нам в магазин призыва, то соответственно было бы намного веселее. И тут нам говорит, что у нас существует целых сейчас в данный момент 3 ультимейтуса. И самый лучший ультимейт, он сам даже подчеркивает то, что у нас Драгон, Драгон Дрильмен. И это очень хороший, который может обжигать, замедлять и при этом усилять себе бустик, давать на ускорение. Да, конечно, Клок очень тоже хороший, но сейчас, когда его модифицировали Лиджили Драгона, их можно рядом друг к другу поставить и он становится метовым персонажем. И сейчас он нам будет добавлять еще четвертого ультимейта, потому что я тебе сейчас расскажу, почему они добавляют. Они провели, допустим, небольшой опрос с нашими вот этими вот партнерами. И оказалось то, что партнеры не могут конкурировать в кланах, в клановых сражениях. То есть они сейчас в данный момент добавляют нового ультимейтуса, чтобы немножко игроки стали намного сильнее. И, соответственно, уже в следующем обновлении у нас будут клановые сражения, чтобы выбить нашего ультимейта. Было гораздо интереснее, потому что сейчас Талантрика Кланц находится на первом месте. И его, соответственно, проще, например, это побеждать. И в клановых сражениях они будут топ-1. Соответственно, как бы, кто на топ-1 месте, тот и заберет этих ультимейтов. И они подумали, типа, нет, так делать несправедливо не будем, мы сделаем его в магазин призыва. Потому что в клановых сражениях будет, на самом деле, очень крутая награда. А как ты помнишь, во вчерашнем видеоролике он нам анонсировал маунтов. И эти маунтов будут намного, это наше передвижение по локации делать быстрее. И при этом прыжки мегалактические. То есть через препятствия мы будем пересекать. И сейчас он нам, посмотри, показывает вот эту вот руку ультимейтуса. Блин, даже на кого-то похож, но знаешь, как бы у нас золотой спикермен, как бы, должен присутствовать. Как ты знаешь, нам анонсировали его месяц назад. И как бы, вот тут такая ситуация. То есть что-то такое есть схожее. Они как-то помереняли ему вид. А как ты помнишь, еще золотой ультимейтус нам будут фармить монеты. Это его суперская пассивка. Возможно, из-за принтеров они его как-то модифицировали и изменили в другом направлении. Но в любом случае, у каждого ультимейтуса у нас будет суперская способность. А он нам говорит, что у нас будет между находиться новый ультимейтус, между драгоном и между нашим флоком. То есть где-то он будет превосходить, например, этих юнитов, а где-то немножко уступать. Но это, в принципе, значение ультимейта. Но он не будет, как бы, таким, вот знаете, слабеньким с помощью него. Возможно, если, допустим, в связке с разными ультимейтусами, мы можем проходить в бесконечном режиме до 200-й волны. Но, действительно, бесконечный режим уже так надоел, если честно, вот так вот сказать. Типа туда не ворваться в топ, если у тебя нет топов в юнитах. Ну, сделали хотя бы, например, что втроем можно было проходить. Двое, например, входят в топ. Соответственно, у нас, получается, это получает ультимейтус. Но нет, талантик где-то и так не считает. И вот этот вот бесконечный режим, короче, лучше нам уже сделали пвп режим, чтобы мы сражались между собой. Чтобы нам клановые сражения сделали, чтобы мы сражались между собой. И, соответственно, это было бы прекрасно. И тут талантик нам говорит, что, как бы, это в будущем, оно все будет реализовано. Сейчас мы ультимейта добавим. У нас просто сейчас это обновление будет все дорабатываться до наших клановых сражений. Потому что там нужно как-то кодики им изменить, до персонажей. И чтобы у нас было, происходило все очень хорошо. Потому что у нас будет какая-то карта с кланами. И мы сможем, например, сражаться клан против клана. И, типа, выходить в топ рейтинг в какую-то таблицу. Но сейчас, ребята, давай посмотрим на нашу вот эту вот ультимейту санову. Давным-давно, в наше самое худшее обновление, там, где нам добавили ящики за роблси, нам анонсировали золотого титана спикермена. И он у нас выглядит вот так вот. В принципе, как бы, по картинке этот золотой очень сильно отличается. Но он очень мощный. То есть у него, получается, будут ставиться какие-то препятствия в виде наших сейфов или сундуков. И, соответственно, когда их будут развивать, они нам будут приносить большое количество денег. И вот, он нам напоминает опросик такой. Ковырячий золотой титан – это абсолютный юнит, добавленный в летние обновления. Все следы этого устройства были удалены вскоре после выхода обновления. Оно было удалено с маркетплейса и с блога разработчиков обновлений. Возможно, что это устройство в конечном итоге будет переиздано с другими способностями получения. Поскольку Талантрик планирует добавить новые ультимейтусы. А это устройство уже разработано. То есть это уже говорится о том, что у нас будет много ультимейтусов. И каждый сможет, например, его заполучить. Ведь на самом деле, как бы, ультимейтусов должен быть каждый владелец владеть. Чтобы мы смогли пробиваться в топ. И, соответственно, ребята, это говорится, что сейчас самое лучшее время фармить наши монеты. Но где же лучше фармить монеты? Это, конечно же, в бесконечном режиме. Как ты знаешь, я уже достиг 10 уровня. А на 10 уровне уже открывается вот этот вот божественный X2 режим. И, соответственно, так как у нас летней карты нету. Потому что в летней карте, когда ты используешь вот этот вот бустик в нашем магазине. Где это у нас находится? Вот здесь вот. То, получается, ты в два раза получаешь больше баблишечка. И тем самым, когда ты отправляешься в X2 режиме, ты будешь получать больше денежек. То есть фишка в том, что нужно сейчас фармить наш ранг в бесконечном режиме. Потому что этот ранг в бесконечном режиме очень сильно нам поможет. Там все суперские спасивочки будут у нас в сражениях клановых и в PvP режимах. Потому что в бесконечной ранге у нас планируется добавить в этом плане 20 уровень. И, возможно, Таландрик сделает, что на 20 уровне у вас разблокируются кланы. И вы сможете состязаться. Я думаю, что вот так вот. Кто-то должен быть один в клане, чтобы, например, разблокировались клановые сражения. И это очень потрясающе. И сейчас я тебе предлагаю ситуацию, как у меня вот эти вот хэллоуинские ящики на стриме. Мы будем их уже разыгрывать кому-то подписчику. И выбивать ему ведьмочку нашу, которая очень божественная и лучше замедляющий юнит. Я тебе предлагаю вот эти вот виповские открытые ящики и, конечно же, дриль-саппорт. Потому что у меня собралось очень много. И посмотрим на нашу удачу. А вдруг еще и выпадет мне вот этот вот ультимейтус. Да и это будет просто божественно. Ну что, дорогой друг, ты поставил мне по-любому лайк, подписался на канал. А мы приступаем. Открывать будем сразу же по 8 ящиков. И они, я думал, что у меня исчезают. Но они так огроменно надуваются, что мне выпадает... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие божественные юниты. Но я хочу вот этого вот шанса выпадения на 1% выбить его. Давай, конечно же, виповский ящик мы открываем. А, это же у нас получается... Там Эван, получается, выпадает. Я уже совсем забыл, что у нас совсем другие юниты выпадают. И мне он не выпадает. А шанс на выпадение там тоже, по-моему, 1%. Я совсем забыл. Короче, когда ты присутствуешь в игре, нам получается... За лайки, за подписки добавляется вот такой вот girl crate. То есть ящик. У меня, кстати, их два. Ну и, конечно же, шансов на выпадение нету. И ты видишь, как бы, меня... Я думал, что тут ландрик заскамил. Почему-то они так очень плохо выпадают. И ты посмотри. Ну да, ну да, ну да. Что-то, походу, сегодня день неудач. И мне не выпадает никакой суперский юнит. Но это пока-пока. Давай, как раз мы сейчас... Это нам предупреждает открыть или не открыть. А это кто такой? Ты кто такой? Нифига себе какой. О-о-о. Страшилище. Блин, понимаю. А у меня ящик. Как-то они странно выпадают. Посмотрите, кто-то выпадает. Но это, получается, у нас пилит обновление. Отлично. Виповский камерамен. Нам выпал эксклюзивный персонаж. Который ни о чем, если честно. Давай как раз стрелим. Мы переходим. И раз у нас ящики глючат, давай вот так вот мы все сделаем. Открывать. И посмотрим, что у нас будет. Так, у нас первая партия пошла. И... Тут у нас не выпадает сержанский. Но у нас это... О-о-о. Вегасе сыр нам выпал. Отлично. Это хорошо. Здесь у нас, получается, это... Капралы выпали. Это, получается, легендарки. И еще там кто-то должен быть выпасти. Но у меня какая-то дичь происходит. И не открывается. Ладно, короче. Вот эти вот пять ящиков мы сразу откроем. И посмотрим, выпадет нам он или нет. Но... Ну... Давай, надувайся, огроменный становись. И... Блин, только эпические персонажи. Ё-моё. А я так ящики копил. Чтобы это сделать. Чтобы его открыть. Но тут у нас еще и принтеры. А давай еще и принтеры откроем. Потому что вдруг там Титаниус выпадет. И мы его как раз разыграем. Нашего Титана Принтермена. Посмотрим на нашу удачу. Самое главное, чтобы он не выпал. А как ты видишь, скорее всего, из-за нашей неудачи. Из-за нашего непроисходящего. Ящики у нас не могут открываться. И они как-то глючат. Мне кажется, что меня сейчас таланты на восемь, на пять засками. У нас, получается, большой выпал. Тоже, в принципе, хорошо. Здесь у нас выпадает у нас обычный. И все. То есть, у меня было восемь, пять ящиков. И все. Мне черных принтерменов выпали. Ну, как-то вот так вот. Но, ребята, не забывайте как бы подписываться. Ставить лайк. А мы с тобой увидимся сегодня на стриме.